Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре силиконовой приманки от производителя Sakura. Называются они Blishet. Выпускаются они в размере 100 мм. Это 4 дюйма. И в упаковку кладут 5 приманок. На лицевой стороне есть схематическое изображение, как выглядит форма данных приманок, логотип фирмы, название и интернет-адрес. И также большое смотровое окошко, где видно, как выглядят данные приманки. К сожалению, внутри нет никакой пластиковой подложки, что может повлиять на внешний вид силиконов. Они могут заминаться. Не сейчас. Сейчас вроде бы всё в порядке, но со временем, если вдруг как-то упаковка будет неправильно лежать, такое вполне может произойти. Сзади очень много информации, но вся она на английском языке. Её действительно довольно-таки большое количество есть. По-моему, даже не испанский. Есть небольшая проблемка с моей упаковкой. Она почему-то разрезанная. Я исключаю то, что это я её разрезал во время распаковки. Так я не пользовался ничем острым. И со временем из них выйдет весь аттрактант. И поэтому надо как-то будет переупаковывать. Не понимаю, как в таком виде можно было отправить силиконов. Они действительно протрактированы. Они чем-то пахнут непередаваемым. Не могу описать этот запах, но он какой-то присутствует. Это такая, мне кажется, очень старая форма силикона. У меня подобный силикон был от производителя Lucky Craft. И он очень требовательный к проводкам. На быстрых проводках данный силикон, из-за того, что он очень мягкий, просто перестаёт работать. Хвостик за ним идёт ровно, волочится или как-то на бок. То есть для данных силикон требуется очень медленная такая вальяжная проводка. И больше даже работать им на подбросах. На тем, что во время приземления на той же, например, джиг-головке он как-то падал. То есть быстрая проводка для данного силикона не предусмотрена. Тело высокое, выполнено в такой треугольной форме. В основном лучше использовать её с джиг-головками, либо со специальными такими головами, которые идут утяжелённые. И идут с крючком такие интересные джиг-головки. Потому что здесь именно срезанная лицевая часть как будто именно под такую джиг-головку. В виде головы рыбы. С такой оснасткой будет она лучше всего работать. Ну и также вполне садится на двойник. Конечно же, очень легко будет разорвать тело во время его оснащения. Поэтому делать это надо аккуратней. Так как силикон просто желейный такой, очень нежный, мягкий. И разорвать его не составляет никаких проблем. Взял такой вот интересной расцветки. Карамель, чёрный и яркое красное пузо. Как будто бы данная рыбка подранена. С этим выбор из пяти цветов. Цвета в основном зелёные и ещё одна расцветка похожа на мою пяточка. Довольно-таки массивная, тяжёлая и на медленной проводке, как я уже сказал, будет иметь широкоамплитудную игру. Очень, конечно же, интересные приманки, но и очень требовательные к проводке. Для ловли судака и щуки в основном вам пригодятся. Сакура, Белли, Ш, 3 и 2. Ну а на этом мой обзор подошёл к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.